Чукотка Чукотский пастух, оленевод Григорий Аканто Выступая по радио в столице Чукотского автономного округа Анадыре, Григорий Аканто говорит о том, как изменилась жизнь коренных народностей Севера. Чукотский пастух По праву гордится Чукотка своим первым профессиональным писателем Юрием Ретхеу, Нутетейным, родоначальником ансамбля Аргерон, гордится Иваном Аренто, знатным оленеводом, героем социалистического труда, Валентиной Косыгиной, главным врачом санэпидстанции округа, Дмитрием Тымнетагиным, первым чукотским летчиком, и, конечно, Вуквутагиным, основателем знаменитой уэленской касторезной мастерской. Археологические находки доказывают, что резьбой по кости коренные жители Севера занимались еще в каменном веке. Более сотни лет жители Чукотки для своих работ используют не только бивни мамонтов, но и моржовые клыки. Амулеты, женские украшения и ножи отличаются простотой и лаконичностью. А вот якутские мастера создают свои работы с помощью ажурной резьбы, используя орнаменты геометрической формы. Умелые руки мастера превращают кость в тончайшее кружево, заставляя снова и снова вглядываться в изящество созданных линий. Уникальный промысел колымских резчиков поистине имеет свой неповторимый и самобытный стиль. Работы многих художников прочно связаны с тундрой, домом и семьей. Касторез из глубинки Юрий Ханькан свое мастерство оттачивал годами. В искусственных руках резчика любой материал сразу же оживает. В скульптурах и поделках мастера сцены из жизни суровой северной природы. Работы выполнены виртуозно и изящно. Большинство изделий Юрия Ханькана украшают сегодня стенды сельского музея. Я живу в село Гижига. Оно самое древнее. Это на самом краю, допустим, Охотского моря, севера Охотского моря. И это северо-районский городской округ. Ну, живут там у нас в основном и коренные жители, и старожилы. Ну, я с коренными жителями называю всех, кто и родился, и все, какой бы национальности они не были, они все, кто родился здесь, все считают коренные жители. Художественная резьба – достаточно сложный вид искусства. Изготовление скульптуры из кости или дерева требует выдержки, сосредоточенности. Материал для работы Юрий берет, где получится. Зная его хобби, местные жители стараются помочь. Кто-то найдет в лесу урок лося или оленя. Другие приносят причудливые элементы из дерева. После школы я пошел сразу работать в оленеводство. И попутно охотой занялся. Ну, тогда были госпромхозы. После какой-то промежуток времени я в армию призвали. После армии я уже основал в оленеводство и занимался почти все время охотой. Ну, оленеводство и совмещал охоты. Просто я, как бы, моноток от тайги родился, и я без этого уже, как бы, и после этого и гид-проводником был в горной охоте. Да, потом уже, как бы, здоровье начало, так бы, немного поджимать, и вот занялся уже, как бы, выразить правильно это. Ну, я понял, что нужно сделать такое, чтобы оставалось, хотя бы, ну, не на сотню, ну, минимум так на сотню лет, чтобы. В Магаданском доме ветеранов более 10 лет живет член Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Вера Дмитриевна Геонайот. Гостей хозяйка дома встретила в традиционном меховом наряде. Он расшит в чукотском стиле. «Ты сама была не по себе. Что надо было мне знать? Что это, папа? Что это? Как? Доченька потом сказала, ладно? Мама сел там что-то. Мама тебе поможет, доча, подожди, на тебе вот иголку, на тебе тяпочку сей. Вот такая. Один раз я высылала детство, я не знаю, что-то, помню, на руки или что-то, на шею. И вот так мама сказала, иди, говорит, зимой это было, не зимой, весной. Вот тогда бисер был, лежал я бисер. Там, правда, ремошка была, иголка была, там жилы только. У нас нитки нету, ниток таких вот, жилы. Я ушла. Говорит, доча, иди прийти, там, а соседки сходи, пожалуйста. Что-то там, да, она пошла, я, прихожу. А она не горько осенилась. Она пошла искать этих, этих, банки, мышки, тундавы. Все время таскала гребетишка. Мы их прячем, убираем, так она все равно пойдет, найдет. Прихожу, эти, щенки мои бисер сели. Я так плакала, они не понимают все. Только начали, глазки открыли, только начали ходить чуть-чуть. Я так и плакала, ревела, мама, обещаешь сели. А в это время папа пришел, папа осенил. Вот так, знаешь, хохотать, а мне так было, горько, горько. Хохотать, а мне так было, горько. ПЕСНЯ В традиционном ивентском календаре шесть времен года. Началом же его считается самый длинный день в году. летнее соцсостояние. Не имея письменности, Ивену придумали счёт месяцев по частям человеческого тела. От кисти правой руки к лево через темя на голове, которая символизировала вершину или середину года. Хепденек – это древний Ивенский обрядовый праздник, корни которого уходят глубоко в историю. Хепденек – это древний Ивенский обрядовый праздник, корни его уходят очень далеко, но в Магадане он возродился впервые в 1996 году. Я был тогда председателем, нет, я был правлением городской ассоциации, и мы впервые его провели именно на этом месте. Немножечко даже ближе к реке нас было всего 50 человек. Это был первый праздник. Затем в следующем году нас уже было 150 человек. А праздник этот горожане очень полюбили. Праздник очень необычный. Необычен тем, что мы встречаем его в 5 утра на рассвете. Когда всходит солнце, мы начинаем свои обряды, поклонение огню, поклонение тайге, природе. Это летнее противостояние по нашему Ивенскому календарю. У нас меняется год. В России, например, на Новый год, а у нас именно на 22 июня. И календарь у нас начинается с 22, ну или может быть там 23, 24 июня. Новый год коренные народы севера встречают подзвуки бубна, варгана и песнопения предков. Чтобы следующий год был удачным, они проводят традиционные обряды. Благодарение земли, встреча солнца, зажжение и кормление священного огня. Ты гори огонь, согревай всех нас. Я кормлю тебя, чтобы ты не газ. Чтоб для всех был добр, чтобы всем был рад. Ты нам друг огонь, ты нам верный брат. Разливай вокруг свой смолистый дух. Я кормлю тебя, чтобы ты не ту. Эргрон. Просвет. Танец будни Чукотки. Дети коренных жителей севера входят в новую жизнь. Входят в мир, радушно встречающий их. Многие из них хотят, как отцы, стать пастухами, оленеводами. Другие мечтают водить машины по трудным чукотским зимникам. Быть капитанами, доставляющими важные грузы в порты Чукотки. Или охотниками на морского зверя осуществятся. И будут они, как отцы, выходить в море на большую охоту. Или пасти оленей. Самое большое стадо страны. Некоторым из них доведется вести машины к затерявшимся в снегах поселкам. Другие будут пробивать путь во льдах, большим караваном с грузами. Возможно, им будет трудно. Но ведь в преодолении трудностей выковывается настоящий северный характер. КОНЕЦ